МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как не решат, по какому механизму безвиз Киеву давать? Часы по Минску сверяют, как проходила встреча нормандской четверки. Наконец, под укрытием. Спустя 30 лет после чернобыльской катастрофы реактор закрыли новым саркофагом. Многомиллионный навар. И снова в эпицентре скандала киотские деньги. А еще иномарки, которые закупают для нацполиции. В СМИ появилась информация, что покупка не совсем чистая. Мы попытались проверить, кто старается заработать и на чем. Первый экологический кроссовер для украинских полицейских. Машину для села и бездорожья в Министерстве внутренних дел презентовали в середине лета. Обкатывала тогда лично глава нацполиции Хаттия Диканаидзе. Очень комфортная, бесшумная. Машины с кожаным салоном и улучшенной комплектацией. В МВД обещали, к осени на них пересядут и рядовые полицейские. Цена вопроса миллиард гривен. Затраты на проект взяли на себя японцы. По киотскому протоколу, по соответствующим выплатам для нас, партия автомобилей гибридных на электроприводе. 651 автомобиль получит национальная полиция. Эти автомобили – это деньги, которые были той же национальной полицией защищены от спробы крадежки еще в прошлом году, за что сегодня арештуют горы коррупционеров. Защищены деньги сегодня или нет, пресса засомневалась. Журналист Сергей Щербина подсчитал, машины пытаются купить с наценкой. Чистый навар – 10 миллионов долларов. Он выяснил, изначально анонсированная главой МВД цена каждого авто была почти на 6 тысяч долларов меньше. Да и самих машин планировали купить больше. А участник конкурса, по информации того же Щербины, компания, совладелец которой приближен к Народному фронту. Давний бизнес-партнер министра юстиции Петренко и одногруппник брата главы этой фракции в парламенте. Откуда журналист получил все эти данные, нам он так и не рассказал. Попытки получить от него короткий комментарий оказались безрезультатны. Эксперты в сфере госзакупок уверяют, сделано все так, что комар носа не подточит. Приняти участь, благодаря Прозору, мог быть кто. Проте свою пропозицию подал лишь один участник. Наши сахивцы рассмотрят более декладно данную закупку. А вот автоэксперты уже задаются вопросом, зачем вообще в Украине нужны такие дорогие машины? Это точно лучшее, чем Приус. Подходит для службы в полиции. Но, естественно, когда мы живем в такой нищете, это выглядит несколько вызывающе. Но мы же понимаем, почему нам не дают деньги, а почему нам дают автомобили. Потому что деньги мы крадем. Впрочем, и автомобили у нас долго не живут. Вот кадры Одесского кладбища Приусов, предыдущих обновок украинских копов. И такие парки разбитых машин есть во многих городах. На все наши вопросы относительно закупки новых кроссоверов нацполиции сегодня пока не ответили. Да и сам победитель еще не утвержден. Олег Решетняк, Елена Зорина, Сергей Ременко. Подробности. Телеканал Интер. Коррупция в Украине – главное препятствие для международных инвесторов. А декларация украинских чиновников и вовсе шок для европейцев. Об этом в интервью Интерфаксу сообщила посол Франции в Украине Изабальдюмон. Она считает, что органы, призванные бороться с коррупцией, должны расследовать все сомнительные декларации. А то, что украинские чиновники хранят миллионы под подушкой, лишь подтверждают, что они не доверяют нашей банковской системе. После подобного примера привлечь в Украину зарубежные инвестиции практически невозможно, считает дипломат. Напомню, именно коррупцию назвали одной из причин пробуксовки евроинтеграции. И сегодня в Брюсселе рассматривали вопрос, напрямую касающийся предоставления Киеву без виза. А именно, механизм приостановления режима. Но трехсторонние переговоры между странами ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом завершились безрезультатно. Так светит ли Украине Европа без границ? София Гордиенко продолжит. На прошлой неделе Жан-Клад Юнкер весьма решительно и Дональд Туск уже поосторожнее, но все же пообещали решить вопрос без визы для Украины до Нового года. И даже разговаривали об этом с лидерами Франции и Германии. Именно у этих стран было больше всего замечаний. Но сегодня трехсторонние переговоры снова зашли в тупик. По предварительной информации, страны-члены ЕС хотят от Европарламента уступку к вопросам определения круга лиц, которым запретят въезд в ЕС. К тому же и механизм определения этих невъездных не прописан. До сих пор неясно, может ли ЕС, например, по запросу одной из ста попросить приостановить без визы до Украины, или же это решение нужно будет проводить через Европарламент, что усложнит процедуру, а то и сделает ее невозможной. В общем, все сложно и симпатики Украины сочувствуют нам. Насколько мне известно, Франция остается нерешенным вопросом. Страна, которая в таком предвыборном периоде. Все стороны боятся, что, скажем так, в каком-то смысле вопрос о безвизовом режиме с Украиной повлиять на результаты выборов во Франции. Для меня этого достаточно сказать, что Европа просто обманывает себя и Украину. Украина нужна стабильности, Украине должен быть ясен европейский путь, а мы как бы предлагаем, но не даем. И все же на сайте Европарламента появился оптимистичный анонс. Депутаты собираются рассмотреть проект визовой либерализации уже 18 января. Не факт, что примут решение сразу, но дебаты будут. И от того, успеет ли Брюссель подготовить документы о механизме приостановления без визы со своей стороны и утрасти его со всеми странами-членами, зависит и исход всего дела. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности, телеканал Интер Брюссель. И еще одни переговоры важные для Украины. В Минске собралась нормандская четверка. Главы МИДа в четырех стран решают, как урегулировать ситуацию на Донбассе. А итогом встречи должна стать дорожная карта по выполнению минских соглашений. Свой вариант привезла и Украина. Ярослав Кречко сейчас в Минске. Он следит за ходом встречи. Ярослав, здравствуй. Расскажи, какие детали переговоров уже известны? Да, Катя, скромные ожидания переросли в скромные результаты переговоров стран-министров нормандской четверки. Но обо всем по порядку. Первым в Минский президент-отель сегодня прибыл глава украинского МИДа. И еще перед началом переговоров Павел Климкин рассказал о том, чего будет добиваться украинская сторона. В первую очередь это прекращение огня. По словам Климкина, 132 тонны боеприпасов боевики выпустили по украинским военным за последний месяц. Также украинский министр пообещал поднять вопрос гуманитарной катастрофы. И в частности это касается водоснабжения, отсутствия водоснабжения в городе Торецк. 50 тысяч его жителей неделю без воды, а боевики не пропускали украинских ремонтников на место прорыва. И еще один важный вопрос, который подняла на переговорах украинская делегация. Освобождение заложников, доступ к ним представителей Красного Креста. И кроме того, открытие пункта пропуска на оккупированную территорию в Золотом. Сегодня мы будем очень жестко тиснуть. Я даже готовлю запросить Штенмайера и РО на открытие пункта Золотой, который они свободно блокируют, поскольку там находятся российские регулярные войска с того боку. Мы это все знаем. И чтобы первый раз через этот пункт перейшли наши заручники. Что касается других участников встречи, то перед началом переговоров они с журналистами не общались. Переговоры начались в 15.30 по Киеву и продолжались чуть более трех часов. Интересно, что по их окончанию не было совместных заявлений. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что против вооруженных миссий ОБСЕ на Донбассе. А что касается нынешней встречи, то подытожил, прорывов не было. Наш главный дипломат Павел Климкин после встречи также заявил, компромисса достичь не удалось, а переговоры по дорожной карте были короткими и поверхностными. Нема согласия с вопросом контроля и эффективного мониторинга с боку ОБСЕ. Нема согласия с выведения и российских войск, и российских найманцев. Мы фактически наткнулись в вопрос, как защищать безопасность выбора. Сейчас там нет никакой безопасности, даже минимальной. Мает быть последовательность выполнения минских угод. И первый блок – это безопасный, и второй обезопасный блок – это гуманитарный. И тут мают быть прогресс, и тут мают быть конкретные факты. И сделаны речи до конца этого года, потому что это непрепустимо, что в этот год было только 14 заручников. Именно то, что столько времени было уделено гуманитарным вопросам, уже можно считать успехом, заявил Климкин. А что касается дорожной карты, то переговоры будут продолжаться. В студии. Спасибо, Ярослав. Это был Ярослав Кречко. Он следит за ходом переговоров Нормандской четверки. И вот буквально полчаса назад стала известна реакция главы немецкого МИДа на сегодняшние переговоры. Франк Вальтерштайнмайер назвал их сложными, но продуктивными и необходимыми. А в украинской оппозиции уповают не только на международные переговоры. Если парламент не предпримет решительных шагов для урегулирования ситуации на Донбассе, то раду ждут перевыборы. Об этом заявил сегодня лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко на встрече с жителями Борисполя. Там стартовал сбор подписей в поддержку пакета законов по выполнению минских соглашений, подготовленных оппозиционерами. Документов около десяти, и все они лежат без рассмотрения в парламенте уже больше года. Люди хотят примирения. Мы рассчитываем, что будет создана все-таки дорожная карта, которая отвечает интересам граждан Украины, нашей стране. Территории вернутся, люди вернутся. И мы должны все для этого сделать. Наша фракция как раз на этом и стоит. А если парламент не готов принимать ответственные решения для того, чтобы примирение состоялось, то такой парламент должен быть переизбран и должны прийти депутаты, которые будут работать для людей. Ситуация на передовой остается напряженной. Наемники активизировались в районе Авдеевки под минометным обстрелом Крымская и Новозвановка. А жители села Новоалександровка в Луганской области под огнем боевиков вынуждены пересекать линию разграничения. С передовой Ирина Баглай. Это прямая дорога с 1 Майска на Попасную. Здесь уже хорошо просматривается нулевой блокпост боевиков, с которого они регулярно пытаются пробираться диверсионными группами по зарослям на позиции украинских военных. Ближайшие к Попасной села Калиново молодежные по-прежнему являются местами скопления боевиков. Оттуда, говорят военные, они ведут огонь в сторону города. Боевики застосовывают против нас 122-е минометы, 82-е минометы, ствольную артиллерию. С шахт они бьют. Ну это по 80, по 90. Это далеко не переживать. О, поближе. Да, это к розетке ближе. Утро на крайних позициях не тишин ночи, а вот огневые точки боевиков прямо в жилых домах. Там каждый дом своя позиция, с каждого дома они могут прекрасно вести огонь по нашим позициям. Они заходят оттуда, прикрываясь местным населением, и оттуда ведут огонь. Село Новоалександровка, так называемая Серая, превратилось фактически в укрепрайон. Но там все еще живут мирные люди. Бойцы вспоминают случаи, когда ими боевики прикрывались, стреляя из окна. Еще одно прикрытие для наемников – миссия ОБСЄ. ОБСЄ каждого дня працюет, они заезжают в серийные зоны. Они там червоный хрест ОБСЄ, они проводят час. Під час их перебывания, как раз там та сторона провокирует нас на открытие огонь. Жители серых сел – заложники ситуации на фронте. Несмотря на обстрелы, им приходится идти тропами на линии огня, чтобы попасть на работу или за продуктами в мирную попасную. Утекают туда, в ту сторону, в город. Все. Я бачил, с того поста, жинка ехала, не ехала, а пала в велосипед. Потом, как вначале обстрелы, она верила на велосипед и хода в город. Ближайшее место легального пересечения линии соприкосновения – это контрольно-пропускной пункт «Золотое». недалеко от Первомайска. Но он по-прежнему закрыт. Боевики людей не выпускают. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет. Из Луганской области. Подробности – телеканал «Интер». Авария на ЧАЭС была менее страшным испытанием для Украины, чем российская агрессия. Об этом сегодня в Чернобыле заявил президент Петр Порошенко. На четвертым энергоблоком атомной станции установили новый защитный саркофаг. Как теперь выглядит арка, расскажут наши журналисты. Вес укрытия в три раза больше Эйфелевой башни. Под ним могла бы поместиться статуя свободы, а его стоимость чуть меньше марсохода. Сооружение уникальное не только потому, что создавалось в условиях повышенной радиации с использованием уникальных технологий и оборудования. Это еще и крупнейший из когда-либо построенных мобильных наземных объектов. Стоимость непосредственно проекта нового бесплатного конфликта где-то примерно полтора миллиарда евро. Это уникальное сооружение. Габариты самого арочного свода 257 метров. Это ширина с севера на юг. Длина его с запада на восток 162 метра. И высота, как вы видите, 110 метров. Строительство проводилось в 200 метрах от энергоблока. Затем конструкция поэтапно, по специальным рельсам надвигалась и закрывала старый саркофаг четвертого реактора. Каждый день на стройплощадке работали более тысячи человек. Тендер на возведение укрытия выиграл французский консорциум НовАрка. Но строили его не только французы. Я представляю 10 тысяч человек, мужчин и женщин более 30 национальностей, которые принимали участие в этом уникальном проекте. Мы потратили на разработку проекта 25 тысяч часов, и у нас не было ни одного несчастного случая с облучением. Поздравить работников станции, строителей и создателей арки приехали президент Порошенко и международные партнеры Украины. И через 30 лет мы с вами находимся тут уже в сотне метров от четвертого блоку Чернобыльской атомной станции при завершении исторического строительства. Большин кто имел сомнений, много кто не верил. Я приветствую вас, дорогие. Йес, мы это сделали. Мы, члены Большой Семерки, считаем, что завершение строительства укрытия это значительный шаг по превращению Чернобыльской зоны отчуждения в экологически безопасную зону. Но установка арки это еще не конец. Полностью объект сдадут в эксплуатацию через год, а затем начнут разбирать то, что осталось под новым укрытием. И хотя срок годности арки 100 лет, министр экологии Остап Семирак уверяет, нестабильные конструкции старого саркофага и остатки энергоблока начнут демонтировать уже в 2018-м. Ольга Теребинская, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Загадочная смерть военного в Одессе. Родственники утверждают, парни на территории воинской части до смерти избили его же сослуживцы, а командирование пытается скрыть этот факт. Прокуратура же рассматривает несколько версий. В ситуации разбирался Андрей Анастасов. Владимиру Коломазу было 25. Родом из Львовской области. Служил по контракту в Одессе в воинской службе воздушного командования ЮГ. Известно, что две недели назад, в воскресенье утром, парень заступил в наряд по охране аэродрома Школьный. Отстоял сутки, а затем ему стало плохо. Жаловался на сильную головную боль, но, как утверждают в командовании, о причинах ее никому ничего не рассказывал. Начальство предположило, что травму Владимир получил во время посещения футбольного матча накануне вечером. За день до того он был на этом футболе. Действительно, что там могло остаться все еще заводно. Но никому ничего в частности Владимир так и не сказал. И не было никаких там следов, никаких сенсов. В госпитале ему поставили диагноз черепно-мозговая травма. Врачи пытались спасти Владимира, но в минувшие выходные он скончался по заключению экспертов из-за кровоизлияния в мозг. Однако перед смертью солдат успел рассказать приехавшей в Одессу матери, что избили его вовсе не на футболе, а непосредственно в части сослуживцев. Женщина рассказывает, военные поначалу вообще отказывались ей что-либо объяснять, а потом стали выдвигать путанные версии. Выясывали, что он упал, обдарился в тумбочку. Выясывали, что он был на КПП и побили чужие люди. Только не в частности, и они ничего не знают. Он немного подошел к себе, он познал маму, он начал со мной говорить, рассказал, что побили его в частности, в частности, стягнули с лужка и били в подлогу. Мать говорит, она сразу же, когда Владимир был еще в госпитале, обратилась в военную прокуратуру с просьбой разобраться, кто все-таки избил сына. Но там в расследовании отказали на том основании, что, дескать, в ее заявлении не изложены обстоятельства произошедшего. Такой ответ возмутил родственников. Сегодня, уже после возникшего резонанса, в прокуратуре заявили, уголовное производство открыто, опрашиваются сослуживцы погибшего, никто пока не задержан. Версии, это насамперед, побитие, вказанного военнослужащего, с другими военнослужащими, застояние насильства начальникам и, возможно, застояние насильства с боку цивильных людей. До окончания службы по контракту Владимиру оставалось всего несколько недель. Затем он собирался вернуться домой. Завтра его похоронят на родине. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. А во Львове другое ЧП. Там уже полицейский избил полицейского. Расследованием занимается областная прокуратура. Изначально уголовное производство начали по факту избиения, теперь переквалифицировали в служебное преступление. Как написал в рапорте пострадавший, во время патрулирования к ним с напарником подъехал командир Роман Борисенко. Попросил лейтенанта Виталия Центровского отойти в сторону и избил его. По предварительной информации, причиной инцидента стала личная неприязнь между правоохранителями. Конфликт между руководителем и подлеглением в час несения службы действительно имел место. На данный момент командир отсторонен от посады. В Одесском районе Черемушки настоящий боевик. Стрельба и разбитые машины все это средь бела дня и прямо у здания суда. Ранен иностранец. Подробностей происшедшего очень мало. И вот что удалось узнать нашим корреспондентам. Прямо во дворе Киевского суда три разбитых автомобиля. Возле них полицейские. Стражи порядка вызвали очевидцы стрельбы у здания суда. Показывать свои лица перед камерой свидетели произошедшего боятся. Но как все было, рассказали. К припаркованному Ауди подъехал черный Ситроен. Из него вышли трое мужчин и набросились на водителя. Я подхожу. Вижу, они его дергают. Он заднюю дверь выворачивает. Они в паспорт выворачивают? Нет. Выворачивает дверь. По газам вперед. Они ему вслед стреляют. Но на этом боевик не закончился. Как установило следствие, раненый водитель Ауди погнался за нападавшими. Потерпелый, он намагался, после того, как от него сделали пострелы, он намагался нас догнать нападников на своем автомобиле, но потрапил в ДТП. В результате 35-летний водитель Ауди не справился с управлением и протаранил еще две машины. С тяжелыми огнестрельными ранениями брюшной полости его увезла скорая. Имя пострадавшего и какие-либо сведения о нападавших в полиции не разглашают. Известно только, что черный Ситроен был с литовскими номерами. Сейчас в городе объявлен план-перехват. Наталья Савченко, Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Убийство из-за ненависти. В США полиция объявила имя человека, который накануне напал на студентов университета Огайо. Что толкнуло его на это и почему преступлений на национальной почве в Америке становится все больше. Дмитрий Анопченко продолжит. Трагедия в Огайо накануне всколыхнула всю Америку. Еще бы. Среди бела дня автомобиль врезается в группу студентов. Водитель авто выходит и начинает без разбору наносить удары ножом. Свидетели говорят, что в руках у нападавшего был огромный кухонный тесак. Полицейский открыл огонь на поражение, но пока офицер подбежал, 11 человек пострадали. Ну а сегодня снова шок. Выяснилось, что это не бытовое преступление. Мотивами стали религия, страх и ненависть. Абдул-Разак Алиартан был студентом этого же университета. 18 лет, беженец из Сомали, жил до этого в Пакистане. Вот полиция обыскивает дом, где он проживал последние два года. С момента приезда в Штаты мало с кем общался, но стоило только следователям открыть фейсбук нападавшего. И все стало ясно. На своей странице он написал. Устал смотреть, как мусульман убивают и издеваются по всему миру. Больше не могу этого выносить. Америка, хватит вредить другим странам. Мы вовсе не слабые. Запомни это. Студенты и раньше слышали его жалобы, мол, в университетском городке мне негде помолиться под открытым небом. Мол, люди, проходя мимо, смотрят на меня с ненавистью. Но никто не думал, что все может зайти так далеко. Ну и понятно, что это ЧП в Агайо теперь подогреет страсти. Станет поводом для новых инцидентов на почве ненависти, которых в последнее время и без того хватало. Во многих штатах мечети попросили охрану. После того, как недавно в Калифорнии многим из них пришли анонимные письма предупреждения. Дескать, времена изменились. С последователями ислама скоро поступят, как Гитлер с евреями. И это только один пример. В целом по стране число преступлений на почве ненависти к мусульманам увеличилось на 67%. свидетельствуют официальные данные ФБР. Это самый высокий показатель с 2001-го, когда произошли атаки на башни Близнецы. И причина ясна. Такие резонансные преступления, как кровавая бойня в гей-клубе в Орландо, а нападавшим был американский мусульманин Амар Мартин всегда объединяли Америку. Но сейчас трагедия ее расколола. Слово «радикальный ислам» было доминирующим и в ходе президентской агитационной гонки. При Обаме было принято не замечать, что такая проблема в стране есть, просто для того, чтобы не провоцировать рознь. Но, похоже, американская администрация слишком долго не замечала очевидного. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Франция созывается в без ООН из-за критической ситуации в сирийском Алеппо. Встречу инициировал министр иностранных дел Жан-Марк Эро. Дипломат призвал срочно прекратить бомбежки города. Эро требует обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям. Ранее силы отрапортовали о захвате восточных районов Алеппо. Это пока самый большой военный успех Дамаска за все время боевых действий. Еще одно удачное наступление и войска Асада могут полностью вытеснить силы оппозиции из Алеппо. Израиль против ИГИЛ. Руководство еврейского государства грозит исламистам уничтожением. Израильские самолеты уже начали бомбить базы халифатов Сирии. Почему? Расскажет Сергей Ауслендер. Событие это как-то померкло на фоне мощных пожаров и международной операции по их тушению. Но событие это случилось без всякого преувеличения историческое. Первое боевое столкновение израильской армии и отрядов исламского государства. Произошло это на голландских высотах в районе сирийской границы. Военные, которые проводили там рутинное патрулирование, попали под сильный пулеметный огонь с сопредельной стороны. Они не стали ввязываться в перестрелку, вызвали поддержку с воздуха. На место прибыло звено боевых вертолетов, которые ракетным залпом накрыли джип с пулеметным расчетом и уничтожили его. Выяснилось, что это были боевики из группировки Шухада Аль-Ермук, которая уже давно принесла присягу исламскому государству и от его имени действуют в этом районе Сирии. Израиль не заинтересован в развязывании военных конфликтов, не ищет авантюр. Однако любая провокация, не важно откуда она будет исходить, из сектора Газа, Ливана или Сирии будет встречена немедленно и жесткой реакцией с нашей стороны. И мы не собираемся согласовывать ее с кем бы то ни было. Ответ в полном соответствии с заявлением министра обороны последовал незамедлительно. Израильская разведка в течение нескольких часов вычислила место, где находилась база террористов на территории Сирии, после чего боевые самолеты сбросили на нее 10 тонн бомб, разбомбили и уничтожили всех, кто там находился. Эксперты давно предрекали столкновение ИГИЛ и Израиля и искали причины, почему халифат так упорно избегал встречи с армией еврейского государства. Причин этих оказалось две, они в общем на поверхности. Во-первых, это колоссальное военное преимущество Израиля, а во-вторых, решимость, с которой Иерусалим отвечает на выпады террористов. А по поводу ИГИЛ в Израиле высказывались уже давно и вполне однозначно. Любая попытка террористов даже приблизиться к границам государства будет встречена огнем, что, собственно, и произошло. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. На всеобщее обозрение, как в Закарпатье беглецов из армии искать будут. Театральная постановка. Радует ли фасад нового здания киевлян? Трагедия в Колумбии. Там разбился самолет с бразильской футбольной командой на борту. Есть ли выжившие среди пассажиров рейса и что стало причиной катастрофы? Смотрите в следующем материале. На этих кадрах спасатели вытаскивают из-под обломков самолета одного из семи выживших, защитника бразильского клуба Шапекуэнца Элеонетто. Всего на борту потерпевшего крушения самолета находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Воздушное судно потерпело катастрофу в ночь на 29 ноября. Это произошло вблизи города Ла Унион, неподалеку от горы Эль Гордо. Пилоты сообщили о неполадках с электрооборудованием и начали готовиться к экстренной посадке. А затем воздушное судно исчезло с экранов радаров. Мы в пяти минутах езды от аэропорта имени Хосе Марии Кордовы. Мы сожалеем в инциденте, который произошел возле Ла Униона. На вопрос, почему самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы, ответа пока нет. Результаты экспертизы станут известны в лучшем случае через несколько недель. Тем временем в больницах Медельина врачи борются за тех, кому чудом удалось выжить. Первого пациента привезли в 2 часа ночи. У него перелом позвоночника, отрыв правой верхней конечности, есть закрытая травма грудной клетки. Как сообщает колумбийская пресса, Управление гражданской авиации запретило футбольной команде Шапе Куэнса лететь ранее забронированным чартерным рейсом. Билеты пришлось вернуть и купить новые, как оказалось, на самолет, который так и не достиг пункта назначения. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал Интер. Люфтганза вновь бастует. В ближайшие 2 дня немецкая авиакомпания отменила 1700 рейсов по всему миру. Только сегодня в Борисполе отменили как минимум 8 полетов до Франкфурта и Мюнхена и в обратном направлении. Стачка продолжилась потому, что сорвались переговоры между представителями профсоюзов и руководством компании. Стороны не сумели договориться о повышении зарплаты пилотам, которые требуют увеличить жалование сразу на 20%. Люфтганза предлагает всего на 4. За 2 года забастовок персонала компания потеряла уже 300 миллионов евро. Просят денег и в Украине авиастроители у правительства. Премьер сегодня приезжал на госпредприятие Антонов. Оказалось, уже 2 года здесь не могут сдать в эксплуатацию около 10 почти собранных пассажирских самолетов Ан-148 и Ан-158. Все из-за того, что в 2014 отказались от российских запчастей, а это 60% всех комплектующих и перешли на программу импортозамещения. Но и для производства украинских деталей и покупки зарубежных нужны деньги, а на заводе их нет, пожаловались авиастроители. Владимир Гройсман пообещал помочь, но сначала нужно определиться с механизмами финансирования, тем более, что бюджет на следующий год пока не утвержден и есть еще время внести в документ изменения. Что касается комплектующих, мы можем приблизить локализацию до максимально 100%. Сейчас мы направили бюджет к парламенту для подготовки для голосования в другом читании. На ближайших пленарных тижнях уже перейти до развития этот бюджет на самом деле бюджетом развития, бюджетом стабилизации. В день рассмотрения Верховной Рады и бюджетом на 2017 год профсоюзы анонсировали масштабную акцию. 5 тысяч человек соберутся в правительственном квартале, чтобы убедить нардепов снизить цену на газ для населения и реформировать систему оплаты трудам. Об этом сегодня сообщил представитель профсоюзов в парламенте Сергей Каплин на встрече с лидерами киевских профсоюзов. А главное требование, по словам Каплина, уравнять минимальную зарплату и прожиточный минимум до 3200 гривен. 3200 гривен. Это достижение исключительно профсоюзов и тех народных депутатов, которые принесли законопроект профсоюзов, а таких было двое, Вилку и Каплин. Сегодня нам нужно заявлять про свои требования. Это только первый шаг. И мы будем выстеживать все динамики, все процессы социальной экономики и добиваться еще большого подвищения. В Каменском уже митингуют. Требуют снизить тарифы на коммуналку, повысить зарплаты и пенсии. Местные жители говорят, когда получили новые платежки за отопление, ужаснулись. На все остальное денег не остается. Изменить ситуацию можно, считает нардеп Александр Вилку. Для этого оппозиционеры разработали целый пакет законопроектов. Митингующие подписали обращение к Верховной Раде с требованием рассмотреть эти документы в сессионном зале. Я сюда пришла, потому что жизнь заставила сюда прийти. Прийти, потому что действительно все подорожало. Я вот иду, чтобы кто-то нам помог, чтобы вот это цены присмотрели. Но это же невыносимо просто жить. Мы внесли четкий, понятный, комплексный план и стратегию, что необходимо сделать. Первое, это снижение коммунальных тарифов. Второе, это повышение заработной платы и пенсии. Минимальная зарплата минимум 4,5 тысячи, минимальная пенсия, минимум 2,5 тысячи. Третий вопрос, это принять наши законопроекты, направленные на стабилизацию цен. На обозрение общественности список дезертиров Закарпатия опубликовал глава области Геннадий Маскаль. С подобной просьбой к нему обратились военные. Они уже два года пытаются найти беглецов и привлечь к уголовной ответственности. О тех, кто служить не хочет, Марина Коваль. Страна должна знать не только своих героев, но и трусов. Об этом сегодня на своем официальном сайте написал Геннадий Маскаль и обнародовал список закарпатцев, которые самовольно покинули места несения воинской службы. Всего 140 человек. Мы попытались найти тех, кто попал в черный список. Виталий Райниш под вторым номером, но оказалось, он вовсе не дезертир. Весной 2014-го его мобилизовали после ранения. Пока лежал с контузией в больнице, военная прокуратура начала уголовное производство за самоволку. Виталий говорит, командование части подало правоохранителям недостоверную информацию. По чьей ошибке Виталий попал в список дезертиров и сколько еще таких, как он, военные не комментируют. По телефону ответили лишь одной фразой. Который фактор обследования доведен. Сейчас проводится проверка. Кстати, за самоволку предусмотрена серьезная уголовная ответственность наказания в виде лишения свободы от двух до пяти лет. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Железный трон Востока остается в Запорожье. Его купил ветеран АТО за 150 тысяч гривен. Массивная инсталляция в виде трона из сериала «Игра престолов» сделана из танковой брони, осколков снарядов и других боеприпасов. Волонтеры говорят, довольно высокие суммы предлагали представители украинской диаспоры в Польше и Чехии, но в результате 600-килограммовый трон остался в Украине. Вырученные деньги пойдут на помощь бойцам 72-й и 128-й бригад. В частности, будут закуплены камеры наблюдения и тепловизоры. Саму композицию владелец обещает отправить в один из музеев города. Мне кажется, что для именно для нашего города, для прифронтового и во многом не понявшего эту войну, этот символ будет гораздо важнее. Просто показать людям о том, что война есть, она ближе. Когда уже начинаешь смотреть на него, понимаешь, что тут мина, тут прилет, что это что-то материальное, люди начинают на это обращать внимание. Без лекарств в Черновцах с сегодняшнего дня карантин. Пока только в школах. Соответствующее распоряжение подписал мэр города, но местные врачи в панике, ведь запаса медпрепаратов для лечения гриппа почти не осталось. Смогут ли не допустить эпидемии, выясняла Ольга Паламарюк. У жительницы Черновцов Людмилы заболел восьмилетний сын. Насморк, слабость и высокая температура. Мальчику становилось хуже не по дням, а по часам. Температура в первый день до 37,8. Мы ничем не сбывали. Знаем, что организм сам борется, но уже наступного дня, за дубу, можно сказать, температура поднялась до 40, и мы не могли ничего сделать, выключали швидку. И это далеко не единичный случай. Только в этом лецеи на уроки не пришла почти половина учеников. В гурсовете решили не рисковать и объявили карантин. Пока до конца недели. Врачи тем временем проводят лабораторные исследования. Устанавливает штамм гриппа. В 8 случаях подтверждено лабораторно подтверждено грипп А АНЖ3Н2. Но это не означает, что только у 8 пациентов есть грипп обмолвенный этим штаммом. Пока школы пустуют, в медучреждениях настоящий аншлаг. В инфекционном отделении областной больницы свободных коек все меньше. У каждого второго пациента грипп. Но вот чем их лечить, непонятно, сетуют инфекционисты. На все отделение всего 2 пачки таблеток. Пациентам приходится раскошеливаться. Моих 6 хворих с гриппом, с гриппом подтвержденным АНЖ3Н2. Они все получили терапию, которую они сами закуповали. Улучшить ситуацию с противовирусными препаратами чиновники обещают в течение 1-2 недель. Дескать, уже выделили 350 тысяч гривен на закупку лекарств. А медики в который раз советуют не пренебрегать вакцинацией. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Черновцы. Архитектурный вопрос. В столице вокруг реконструкции здания на Андреевском спуске разгорелись нешуточные страсти. Волну споров вызвал обновленный фасад. Сегодня с него сняли защитную сетку. Что собой представляет новое лицо дома и почему оно вызвало такой ажиотаж? Подробнее наши корреспонденты. На Андреевском спуске толпятся люди. Пришли посмотреть, что из себя представляет фасад нового театра на Подоле. Первое, что бросается в глаза, архитектурная композиция в корне отличается от соседних исторических зданий. Мені дуже сумно, що подібні будівлі виникають саме на Андреевському звозі, оскільки вона жодним чином не вписується в історичне середовище. Строительством этого объекта занимається известний харьковський архітектор Олег Дроздов. Его проекты не единожды удостаивались наград. Почему очередное творение вызвало волну критики, недоумевая, дескать, мы ничего ни от кого не скрывали. На нашем веб-сайте висит все изменения, которые были, они там помечены цветом, что менялось в здании при реконструкции. Изменилось здание не только снаружи, но и внутри. В частности, при реконструкции не забыли о людях с ограниченными возможностями, рассказывает художественный руководитель театра. Театр влаштован так, что в ньому є три лифта для людей с обмеженными можливостями, в ньому є экран для людей с поганим слухом, в ньому є специальне устройство для людей с поганим взором. Тем не менее, такие новшества столичной мэрии восхищение не вызвали. Главный архитектор Киева заявил, что при строительстве не учли замечания градостроительного совета, а мэр заверил, что без одобрения общественности новый проект не примут. На всё про всё у местной власти экспертов и строителей осталось чуть менее полугода. Открытие нового театра на Подоле запланировано на май следующего года. Елена Зорина, Кристаллисия, Анна Каменева, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Ботом и троллем война. В Германии обещают нещадно бороться с политическим спамом. Ведь не за горами парламентские выборы. Как именно собираются усмирить виртуальных манипуляторов и кто уже попал под подозрение? Расскажет Татьяна Лагунова. До парламентских выборов в Германии чуть меньше года, но подготовка к голосованию уже началась. Немецкие политики обсуждают, как бороться с манипуляторами, которые с помощью всемирной паутины будут пытаться влиять на результаты выборов. Боты и тролли, фейковые интернет-страницы, ложные сообщения в социальных сетях и информационные вбросы. В Германии не сомневаются, на следующих парламентских выборах все эти инструменты будут использовать по полной, чтобы с помощью манипуляций повлиять на общественное мнение и выбор избирателей. Главными борцами со спамерами выступили двое министров юстиции и внутренних дел. Поддерживает идею и канцлера Ангела Меркель, которая собралась баллотироваться на четвертый срок. Чтобы достучаться до людей, мы должны уметь правильно реагировать на этот феномен и, если нужно, вмешиваться и регулировать. Поэтому я поддерживаю министров юстиции и внутренних дел, которые предлагают приложить максимум усилий, чтобы предотвратить разжигание ненависти в соцсетях. Как это сделать, уже придумали, ботов и троллей планируют разоблачать, а их ложное сообщение сразу же опровергать в интернете. За помощью власти Германии обратились к менеджменту соцсетей, их просят удалять комментарии и материалы, разжигающие ненависть, а также более тщательно отслеживать, кто из пользователей распространяет заведомо ложную информацию. А вот на вопрос, кто заинтересован во влиянии на избирателей Германии, прямого ответа пока нет, немецкие политики только подозревают к манипуляциям могут прибегнуть правые популисты. Не исключают также, что подключатся и спецслужбы других стран. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко, подробности немецкое, бюро телеканала Интер. Громкие политические заявления в Южной Корее. Первая женщин-президент Пак Кэнхэ объявила, что готова досрочно покинуть свой пост. В стране несколько месяцев не утихают протесты из-за масштабного скандала. Пресса выяснила, что править страной президенту помогали друзья, в частности, лучшая подруга, которую называют серым кардиналом южнокорейской политики. Не обошлось и без коррупции. Подозреваемая при помощи президента якобы открывала благотворительные фонды, деньги из которых прикарманивала. В четверг оппозиция планировала провести голосование по импичменту президента, но Пак Кэнхэ сыграла на опережение. Я уйду в отставку с этой должности в соответствии с законом, когда парламент решит мое будущее. А правящие и оппозиционные партии сформулируют план, который позволит минимизировать политические волнения и избежать вакуума власти. Король умер, да здравствует король. Это не о стране, а о партии. Эпатажной правой силе Великобритании Юкип. Со второй попытки она определилась с новым лидером, но внимание все равно приковано к старому Найджелу Фараджу. На кого он оставил свое детище и что собирается делать дальше, выясняла наш британский субкор Оксана Кундеренко. Мертвая петля или новый старт партии независимости Соединенного Королевства сокращенно Юкип наконец-то определилась с очередным лидером. Предыдущая не продержалась и трех недель, затем после драки с однопартийцем выбыл фаворит гонки и вот победил 9 622 голоса, 62,6% получают Пол Наттал. 39 лет, должность заместителя правления партии, кресла в европейском парламенте, этот человек уверенно вышел на сцену произносить победную речь. Задача перед ним нелегкая, объединить политическую силу, которая идет ко дну. Этой стране нужна сильная партия Юкип, чтобы Тереза Мэй и ее правительство таки осуществили реальный выход из ЕС. Это новый старт, новая точка отсчета не только для 4 миллионов, что за нас голосовали, но и для 17 миллионов, которые голосовали за Брекзит. Как бы ни старался молодой последователь, все внимание сегодня приковано к лидеру старому. Непотопляемый ветеран Найджел Фаррерс с фирменной улыбкой говорил о скандалах и о планах на пенсии. Насчет меня, что я буду делать? Ну, точно не сидеть на заднем сиденье. Нет, продолжу вести радиопередачи, писать статьи и книги, поеду в США, конечно, как турист, не более. Очевидно, лукавит. Кичится дружбой с победителем на президентских выборах США Дональдом Трампом и, по слухам, хочет продолжить политическую карьеру в Палате Лордов. Словом, Юкип, Фаррадж давно перерос, по сути, оставил на произвол судьбы. Без главного затейника у партии не будет ни денег от спонсоров, ни голосов избирателей, только сомнительная репутация. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин подробности Британское бюро телеканала Интер. На Большом Коралловом рифе эко-катастрофа, а в Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Чем еще запомнился этот день, узнаете из Международного дайджеста. Самый старый человек на планете сегодня празднует 117-летие. Итальянка Эмма Морана последний человек на Земле, который появился на свет в 19-м веке. Свой день рождения долгожительница провела в кругу друзей и родственников. По утверждению самой итальянки, она потомственная долгожительница. Мать Морана погибла на 93-м году жизни, а сестры на пороге столетия. Опекуны женщины считают, что секрет ее долголетия в особой диете. Она каждый день съедает по 3 яйца. На большом коралловом рифе экологическая катастрофа. В этом году погибло больше океанических жителей, чем когда-либо. Эту информацию подтвердили ученые. По их подсчетам уже две трети кораллов мертвы. Причины загрязнения океана, чрезмерные объемы рыболовства и изменения климата. Процесс разрушения кораллов ведет к исчезновению многих видов рыб. 50 смарт-сменов со всего мира приняли участие в одном из самых экстремальных марафонов Антарктическом. Участники одолелись свыше 40 километров заснеженной трассы. Лучший результат среди мужчин показал ирландец Герри Торнтон. Он завершил забег через 6 часов. Среди женщин первой пришла полька Йоанна Медрас. У здания Капитолия в Вашингтоне начали устанавливать рождественскую елку. Праздничное дерево для конгрессменов привезли из штата Айдаха. 84-летняя Йель Энгельмана имеет высоту 25 метров. Ее украсят тысячами фонариков и игрушками ручной работы. В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Хотя в это время в стране обычно идут дожди. За сутки температура резко упала до нуля. А в северных провинциях до 3 градусов мороза. Больше всего снега выпало в городах Шукра и Табук. Такого местные жители не видели уже очень давно. Соцсети аравийцев пестрят фото и видео заснеженных районов. Донбасс в движении. Так можно перевести название выставки посвященной АТО которая сегодня открылась в центре Парижа. Фотограф Наталья Любченкова готовила ее больше года в фотоработах судьбу украинцев которые не сдаются и пытаются жить на Донбассе полноценной жизнью. Выставка открывает французам ту Украину о которой они еще не знали. Когда я обращаюсь к французам например французам или западным европейцам с этими историями я пытаюсь им донести до них что это истории таких же людей как они точно таких же людей как они которые оказались в других обстоятельствах более сложных наверное более небезопасных. Ты видишь людей которые фактически потеряли все чем они были и должны начать с нового листа и это очень интересно выходит такая социальная трансформация война с одного боку абсолютно все снижает а с другого оно настолько просто забрало все чем ты был и все чего от тебя сподевались что ты просто стаешь по-новому просто строить это За развитием событий следите на нашем сайте подробностей А в прямом эфире увидимся уже завтра Хорошего вечера и до встречи Редактор субтитров А.Семкин